Созволение Аллаха, приступаем к 37-му хадису из 40 хадисов Имама Наввы. Кто расскажет 37-ю хадис? Еще? Никого больше? 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 Как? Никого больше? Никого plus? записывает это одним благим целым полным делом а если же он задумавшись решив совершить какое-то благое дело в итоге его совершит то всевышний аллах даст ему за это 10 наград до 700 наград и до хорошо еще многих и многих крат то есть хорошо то есть увеличивается во первых десятикратно от десятикрат до семеста крат до бесчисленного множества этих самых крат там а ваен хамма бисо я тинфо ламя малька это баха аллаху андаху ха санатан камере а если же он задумается совершить какой-то грех но не сделает этот грех то аллах субханаху а то ли запишет это то есть по полноценным благим делом ваен хамма биха фамили хакета баха аллаху сайтан вахи да если же он решит совершить какое-то дурное дело и совершить его то аллах субханаху а то ли запишет за ним одно то есть дурное или же скверное дело этот хадис передал имам аль-бухари и муслим во своих достоверных сборниках то есть таким образом дальше говорит то есть не во всех версиях или же не во всех то есть версиях до 40 хадисов есть эти слова она у и говорит фангуре ахи вафаканиллаху айяка или айзами лютфы гиленного то мммгred в Breathe bath говорит и посмотри о брат мой тогда то есть попросил лосу пока мы дали сопутствует мне и тебе насколько велика милость суд, пана годали задумаясь над этими словами сказал аласубханале аин да ход то есть у него и еще аратун или литина я думаю кто что аллаз Protrirh у себя записал то есть у него у аллах lovers по обмену 환 particle то есть указывает на то что Woodyphan автор от во всех своих своих творений поколуруми камери то ли То есть, Аллах, Субхану Ва Тааля, у себя записал полным, полным благим делом указание на то, что Аллах, Субхану Ва Тааля, действительно заботится таким образом, что дает целую, то есть, целую награду, полную награду. Не просто за намерение, а полную награду. Затем же, то есть, сказал Аллах, Субхану Ва Тааля, про грех, который совершает человек, точнее, не совершает человек, то есть, когда задумывается о совершении греха, но не совершает, говорит, Что Аллах, Субхану Ва Тааля, записывает за это также полную награду. То есть, и он утвердил это, сказав, что полная награда будет. То есть, человек собирался совершить какой-то грех, передумал. Потому что тогда что? То есть, тогда, то есть, Аллах, Субхану Ва Тааля, записывает ему полноценную награду. Если же он совершит этот грех, записан будет ему только один грех. То есть, здесь что? Утвердил нам то, насколько малый грех будет это, указывая, что? То есть, сказав одно. То есть, только один грех записан. То есть, смотрите, когда говорит про благие дела, полноценные, одно полноценное, благое деяние и так далее. Говорит, таким образом хорошо подтверждая. Здесь же просто сказал Аллах, Субхану Ва Тааля, что будет записан один грех. То есть, не сказав, что полноценный грех, полный грех и так далее. И поэтому милость одному только Аллаху субханаху а-та'аля, а точнее от одного только Аллаху субханаху а-та'аля, субханаху ля нухси санаан алей, то есть причисть Аллаху субханаху а-та'аля, мы не можем отблагодарить его и восхвалить его должным образом. Убилляхи тауфиқи только от Аллаху субханаху а-та'аля, сопутствия и поддержия. На. Шейх, комментируя этот хадис, сказал, «Хаза хадисун шарифун азимун байяна фигиннабию салла Аллаху алейу салям, священный хадис от пророка алей-салату салям, в котором он разъяснил, насколько Всевышний Аллах субханаху а-та'аля явил великую милость своим творением, то есть увеличивая многократно их награды и уменьшая их грехи». Вот азаммана гадзал хадису арба'та нуа. Этот хадис содержит в себе четыре вида дел. Первое. «Ман хамма би хасанатин фалям ямалха кетаба Аллаху андагу хасанатин камиля». То есть тот, кто решил, задумался совершить какое-то благое дело, но так его и не сделал по какой-то причине, Аллах субханаху а-та'аля предпишет или запишет ему одну целую награду. Абуд-дарда, радия Аллаху ану, говорил, «Ман ата фираша хуа хуа янвы, аниусалли аминал лейли фагалабату айнаху хатта юсбях кутибаляху манава». Тот, кто когда будет ложиться спать, имеет намерение хорошо выстаивать ночную молитву или же совершать ночную молитву, но, то есть, хорошо, то есть не так и не проснулся, имея такое намерение, так и не проснулся, не смог. То есть сон одолел верх над ним до тех пор, пока он не проснулся утром. Аллах субханаху а-та'аля запишет ему то, что он, то есть то, чего он намеревался совершить. «Ва руи ан Саиды бнил-Мусайеба ан-нахукаль». То есть также передано от Саида бнул-Мусайеба, что он говорил, «Ман хамма бисалятин ау сиямин ау хаджин ау умратин ау газватин фахиля бейнаху и бейнаху 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 хабанлагоуллаху таааляма». Тот, кто желал молиться или же поститься, или же совершить хадж, или же совершить умру, Или же выйти на путь, хорошо, на пути Всевышнего Аллаха, и по какой-то причине, то есть что-то препятствовало ему, встало между ним и выполнением этого дела, Аллах даст ему то, что он хотел, даст ему то, что он хотел, то есть иметь ту награду, которую он желал. Говорит, что, то есть имам Ахмад и Тирмиды передали следующий хадис от пророка, что он сказал, Воистине, Дуния, мирское, принадлежит одному из четырех. Первый это кто? Это раб, которому Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, дал, то есть как имущество, так и знание. И он боится Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, и посредством своего имущества и знания он, то есть поддерживает родственные связи, и знает, что в его имуществе и в его знаниях есть у Аллаха, субханаху ва тааля, права, которые он совершает, и этот в самом лучшем положении. Второй. И другой же раб, которому Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, дал знание, но не дал ему имущество по своей мудрости, и он имеет правдивое, праведное намерение и говорит, если бы у меня было бы имущество, то я бы делал как тот самый, то есть имеется первый, у которого было и знание, и имущество, и он расходовал на пути Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И он говорил, что если бы у меня были бы деньги, я бы тоже делал так, как он делает, и говорит, что хорошо, то есть посланник Аллаху ва тааля говорит, что такой получит по своему намерению, и их награда будет одинакова. Третий вид это кто? Другой же раб, которому Аллах, субханаху ва тааля, дал имущество, но не дал ему знание. Такой человек, хорошо, то есть расходует свое знание, расходует свое имущество без какого-либо знания, не боится, то есть посредством этого имущества Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, ва ла ясалю фи и рахима, то есть не поддерживает родственную связь и не знает, то есть или же не выполняет права Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, на это имущество, и этот в самом скверном положении. На. И другой же, которому Аллах, субханаху ва тааля, не дал ни имущества, ни знаний, и он видит того предыдущего, который хорошо, то есть имел деньги, но не имел знания и совершался своими хорошо, то есть точнее ничего, не приближался никак к Аллаху, субханаху ва тааля, посредством своего имущества. И этот человек смотрит на него и говорит, а если бы у меня были бы деньги, я бы делал так же, я бы делал бы так же, то он получит по своему намерению, и их грех будет одинаковый, говорит себе посланник Аллаху, саллаллаху алейхи ва салям, ва Аллаху мустааму. Хадис этот хороший, и основа этого хадиса известна, то есть передается имам Аль-Бухари, то есть достоверным хадисом. Говорит си вишни Аллаху, субханаху ва тааля. Отсиживающиеся из числа верующих, которые не имеют оправданий, то есть какой-то болезни или еще что-то, хорошо, которые просто отсиживаются из числа верующих, они не подобны тем, кто усердствует и сражается на пути Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, своими имуществами, своими душами, то есть своими телами. И Аллах, субханаху ва тааля, возвысил тех, кто усердствует на пути его, сражаясь и так далее, своими имуществами, то есть душами, своими телами, над теми, которые отсиживаются степенями. И каждому обещано благо, то есть и тот, и тот является верующим, то есть ни один из них не становится кафиром и так далее и тому подобное. Каждому обещано благо, но говорит, что, то есть опять же Аллах, субханаху ва тааля, повторяет, Аллах, субханаху ва тааля, возвысил тех, кто совершает джихад на его пути, над теми, кто отсиживаются в великой наградой. Возвысился. То есть степенями от него и прощением, и милостью, и Аллах, субханаху ва тааля, прощающий, милующий. Ибн Аббас, рада и Аллаху, и другие говорили, Те, над кем будут на одну степень. Смотрите, здесь в одном сказано, Аллах, субханаху ва тааля, Аллах, субханаху ва тааля, хорошо, то есть возвышенные степенью, в других же сказано степенями. То есть над кем муджахиды, то есть над какими из видов отсиживающихся, усердствующих на пути, Аллах, субханаху ва тааля, выше на одну степень, и над кем? Над степеня. То есть над тем, отсиживающимся, у которого есть оправдание. То есть он болеет или еще что-то, у него что-то случилось. Естественно, тот, кто вышел и все-таки выступил в путь, он лучше, чем тот, кто отсиживается, даже если у него есть оправдание, потому что он совершает это деяние, хорошо? И поэтому его степень выше на степень, чем того, кто хотел бы сделать то же самое, но сидит дома по причине того, что он не смог выйти в путь. Что касается тем, у которых нет оправдания, то на степеня. То есть огромные степени, хорошо, между ними и теми, кто действительно вышел в путь, и теми, кто отсиживался в Аллаху Мустам. Мы сказали, что в этом хадисе четыре вида пришло, хорошо, то есть людей. Второй вид. То есть тот, кто задумался совершить какое-либо благое дело и совершил такому, Всевышний Аллах, Субханаху, Аталия, запишет 10 наград до 700 и до бесконечности. То есть еще много и много-много добавит Аллах, Субханаху, Аталия, крат. Всевышний Аллах, Субханаху, Аталия, сказал То есть пример тому, кто расходует на пути Всевышнего Аллаха, Субханаху, Аталия, свое имущество подобен зернышку или же семечку, хорошо, из которого вырастает семь колосьев. На каждом колосе еще 100 семян, на каждом из них еще 100 семян, или же как называется, стебель, семь стебелей, хорошо, на каждом стебеле еще по 100 семечек, семян. И Аллах, Субханаху, Аталия увеличивает тому, кому пожелает, и Аллах, Субханаху, Аталия, то есть его милость широка, хорошо, и он знающий. Также Аллах, Субханаху, Аталия, сказал И каждый, кто даст Аллаху, Субханаху, Аталия, прекрасный заем, то Аллах, Субханаху, Аталия, увеличит его, то есть или же приумножит его ему, то есть сильным, большим приумножением, и Аллах, Субханаху, Аталия, то есть забирает или же не дает кому-то и дает кому-то, и к нему будут люди возвращены. Также пророк, Алейх Саратов, сказал Все деяния человека, они ему, то есть для него. Получает он от 10 до 700 наград. И сказал Всевышний Аллах, Субханаху, Аталия, То есть пост, это мое, то есть пост оставьте мне. Я лично буду давать награду за пост, говорит Всевышний Аллах, Субханаху, Аталия. Поистине он оставил свои страсти, оставил еду и оставил питье ради меня одного. И тогда, то есть Аллах, Субханаху, будет ему воздавать. И поэтому этот хадис является доводом, что минимальная награда за пост, минимальная какая? Выше 700. То есть меньше 700 не будет. Потому что любое деяние от 10 до 700, кроме поста, пост дает Аллах, Субханаху, за него награду. Дает Аллах, Субханаху, за него награду, и поэтому она будет выше 700, Субханаху, Аллаху Аталию. На. Третье. То есть если он задумался совершить какой-либо грех, но так его и не совершил, то есть такому человеку Аллах, Субханаху, Аталия, запишет полную награду. То есть здесь подразумевается, что именно, когда он не совершает это, то есть скверное дело или же этот грех, только лишь боясь Всевышнего Аллаха, Субханаху, Аталия, из-за него, то есть из-за Всевышнего Аллаха, Субханаху, Аталия. Как это в хадисе Абу Гурейры пришло? И поистине он оставил это по причине меня. Хорошо, то есть по причине меня. То есть поставил какой-то грех. А если же он собирался совершить этот грех, и вот он уже начал, то есть хорошо, то есть вышел на путь совершения этого греха, но не получилось у него. То есть он бы совершил бы, если бы у него получилось, но у него не вышло. Просто не вышло хорошо. Такому человеку будет записан грех. Такому человеку будет записан грех, как сказал посланник, алейсалату ассалам, «Изальта каль мусульмане бисайфейхима фалькатилю вальмактулю финнар». Если два мусульмана встретятся со своими мечами, то и убийца, и убитый будут оба в огне. И люди спросили, «Я Расуль Аллаха, азалькатилю фанабалю мактулю». Говорит, то есть это убийца, то есть понятно его положение. Но что сказать про того, кого убили? То есть почему он? Почему он тоже будет в огне? Посланник, алейсалату ассалам, сказал, Поистине, он хотел убить своего брата. Поистине, он хотел убить своего брата. И поэтому просто у него не получилось. Другой его опередил, так или не так. То есть если бы не опередил, то он бы его убил. Поэтому оба они получают грех. Нам. Также пророк, алейсалату ассалам, сказал, То есть то, что они, то есть какие-то их мысли порочные, грешные и так далее. Если только они не произнесут это, или же не совершат это. То есть человек хочет о ком-то сказать что-то плохое. Хочет опорочить кого-то, но не сказал. Будет ли ему грех за это? Не будет. Ему за это греха не будет. Более того, если он собирался это сделать, и потом передумал, боясь Всевышнего Аллаха Субханна, он еще и награду за это получит. Или же совершать какой-то грех. Захотел совершить какой-то грех, затем не совершил его, боясь Всевышнего Аллаха Субханна. Ему будет записана награда. Ибн-Уль-Мубарак сказал, Говорит, то есть Ибн-Уль-Мубарак, я спросил у Суфьяна Субханна, будет ли раб спрошен за свои какие-то мысли, которые он желает, или же за желание, то есть когда он хочет что-то совершить. Если он действительно собирался что-то сделать, то тогда будет он за это спрошен. То есть собирался сделать, но у него не получилось, не вышло, то тогда он будет спрошен даже за свои скверные мысли. Будет спрошен за свои скверные мысли. И отсюда, естественно, одно исключение есть у нас, что тот человек, который находится в Хараме, в Мекке, даже если он просто собирается совершить грех и так далее, думает о грехах, этот человек хорошо, то есть так же получает грех. Так же получает грех. То есть если человек поехал на умру, и думает о чем-то греховном, ему записывается грех. Даже если он не совершил, даже если он не произнос. Говорит Всевышний Аллах, что тот, кто пожелает совершить какой-то зульм, или же как-то пойти в противоречие шариату и так далее, в нем пожелает этого сделать, то Аллах говорит, что он вкусит свое наказание и так далее до конца аята. Если же он пожелает совершить этот грех и в итоге совершит его, то Аллах запишет его полноценным одним грехом. Точнее, просто одним грехом. То есть здесь указание на то, почему сказал один грех будет записан. То есть грехи, они не приумножаются. То есть не бывает такого, что человек совершил грех, и ему за это 15 грехов записано, или 700 грехов, или же еще больше и так далее. Нет, только один грех записывается. Как Аллах сказал, То есть тот, кто совершит благое дело, будет ему воздано десятикратно. Тот же, кто совершит грех, то ему будет записано только один грех, и Аллах ни с кем не поступит несправедливо. Но нужно знать, что несмотря на то, что грех не увеличивается его количество, он сам бывает большим. То есть грех бывает большим. То есть и поэтому не хватит тебе, то есть хорошо, мы знаем, что улыбнуться брату своему мусульманину, это является что? Это является благим делом, так или не так? То есть за которое тебе минимум записывается сколько? Десять наград, так или не так? Хорошо. И убийство у нас человека является греховным, за которое тебе записывается только, хорошо, то есть один грех. И поэтому человек, улыбнувшись своему брату, пошел, десять человек убил и сказал, что баш на баш, десять благих дел за десять скверных. Нет, то есть не понимается из этого это. Хорошо, то есть имеются некоторые грехи, бывают намного тяжелее на весах, чем сотни благодеяний. Особенно, если это совершено в каком-то прекрасном месте, как, например, в Харам, или же где-то в мечети и так далее, или же в какое-то время запретное, как Рамадан, или же какой-то из запретных месяцев и так далее, и тому подобное. То есть чем больше святость времени или же места, тем хуже наказание будет, или же выше степень греха в Аллаху Мстан. Поэтому посланник Али Салат Усэм запретил у нас прелюбодеяние, так или так. Но худший вид прелюбодеяния у нас какой? Это соседка, то есть, хорошо, то есть, жена твоего соседа, потому что это намного сквернее, Субхану. Человек доверяет тебе, и это, то есть, поверх предательства, то есть, это еще и верт, то есть, грех, хорошо, то есть, зина, грех так же, то, что ты не почитаешь своего соседа и так далее, и так далее, и так далее. То есть, много-много грехов у Аллаху Мстан. Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал, Говорит Всевышний Аллах, поистине число месяцев у Всевышнего Аллаха, 12, то есть их 12 месяцев, предписанные в книге Всевышнего Аллаха, еще тогда, когда Аллах создал небеса и землю, и 4 из этих месяцев запретные, священные месяцы. И это и есть правая вера, и поэтому не поступайте во вред самим себе в эти месяца. Кто назовет, не выкрикивая, 12 месяцев подряд? Рабица? Рабица, 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 рабица. Раджа? Раджа, шаабан, рамазад, шауал. Зол? Зол? Зол хиджа? Нет, донья. Зол хаада. Зол хаада. Зол хаада. И? И зал хиджа. Заслужил? Заслужил. Заслужил. Спасибо Богу. На. Ибн Аббас, ради Аллаху, говорил, Заслужил фи кулли гинна, ثумма хтасса миндалека арбата, арбата, ашхур. То есть говорит Всевышний Аллах, субханного от али, не поступайте, то есть несправедливо по отношению к самим себе, то есть не грешите. В эти месяца имеется вовсе 12 месяцев. И особенно в 4 месяца, особенно в 4 запретных месяца. Фа джаа ла хуна хуруман ва адзама хуруматинна, то есть сделал он эти 4 месяца священными и то есть возвеличил святость этих месяцев. То есть, и Аллах Субхан-Талли сделал, что грех в эти именно месяца намного хуже, чем в любой другой месяц. То есть, и награда за благое деяние, хорошо, то есть, и праведное деяние будет, то есть, также награда, то есть, выше и так далее. Кто назовет четыре запретных месяца? Какие это четыре запретных месяца? Еще? Какие? Еще вариант. Еще вариант. Да. Да, правильно. Ну, в любом случае, то есть, первый, первый славян, правильно, да. Три подряд идут, и один отдельный. Один отдельный, это какой? И потом три подряд. Всевышний Аллах Субхан-Талли сказал. То есть, говорит, хадж — это известные месяцы. Тот, кто, то есть, вознамерился совершить в эти месяцы хадж, то пусть ни в коем случае, то есть, не, то есть, рафат — это что такое? Рафат — это, то есть, тот, кто, имеется в виду, стал, то есть, зашел в состояние храма и так далее, пусть не приближается к женщинам. Хорошо. То есть, рафат — это, то есть, рафат — это совокупление с женой и все то, что, то есть, являетесь. Рафат — это совокупление с женой и все то, что является перед этим, то есть, как хорошо, то есть, какие-то слова, деяния и так далее. И убеждения. Также, то есть, пусть не совершает ничего из нечестия и, то есть, не спорит в этом хадже. Пусть не спорит в этом хадже. Томам, что за месяцы хаджа, кто знает? Бисвиллях. И все? Какие? Месяцы хаджа. То есть, можно в Мухаррам, поехать в хадж? Субханаллах. Валай, мнение моего было бы намного лучше о вас. Шавваль, дзюль-Каада и дзюль-Хиджа. Как может быть, Мухаррам? После хаджа, что ли, у нас шавваль, дзюль-Каада и дзюль-Хиджа. И то есть, дзюль-Хиджа только, только 10 дней. Аллаху Анастану. Обижаете вы меня, братья, обижаете? Ой, я так. То есть, некоторые из подвижников боялись жить в Хараме, то есть, жить в Мекке, потому что боялись что-то совершать грехи там. То есть, хорошо, во-первых, по поводу сподвижников, которые боялись жить в Мекке, из них самый известный пример, это кто? Абдулла Абдулла Аббас, который переехал куда? Перебрался в Таев, и жил в Таеве, и был похоронен, и умер в Таеве. И говорит, что иногда бывает, то есть, грех увеличивается по причине того, то есть, почетного положения человека, совершающего этого греха, и потому что он знает, Всевышнего Аллаха, и знает его запреты лучше, чем кто-то другой. То есть, грех ученого не подобен греху кого-то, то есть, из невежит каких-то и так далее. Поэтому Аллах, Субхану Анастану, сказал, О, жены пророка, если кто-либо из вас совершит мерзость явную, то ей будет увеличено наказание ее вдважды. И это легко для Всевышнего Аллаха, Субхану Анастану. А тот же, кто, то есть, та же из вас, которая будет поклоняться одному только Аллаху, Субхану Анастану, бережно, хорошо, должным образом, и, то есть, подчиниться Аллаху, его посланнику, и будут совершать, то есть, праведные дела, такой мы дадим, то есть, ее награду, и еще дважды, то есть, и лишь дадим ее награду дважды, и, то есть, такой уготовано, то есть, прекрасный риск, то есть, прекрасный удел и так далее. Также Аллах, Субхану Анастану, сказал, Тот, кто совершит благое деяние, неважно, будь то мужчина или женщина, будучи верующим, такому мы дадим прекрасную жизнь, и воздадим им, то есть, их награду наилучшим из того, что они совершали. От Абударра, раздай Аллаху Анну, передается, что он сказал посланнику, что сказал посланник Аллаху, саля Аллаху, салям, то есть, имам Ахмад передает этот хадис, что посланник, алей саля Аллаху, салям, сказал, что тот, кто будет поститься каждый месяц, три дня, такой, как будто бы постится вечно. Почему? Потому что каждый пост будет за десять, и каждом месяце, если он совершает три поста, как будто он тридцать раз постился, как будто он постился весь месяц. Но также у нас есть другой хадис, что касается того, кто постится ежедневно, то этот человек, не будет ему засчитан пост, и не будет он из числа тех, кто кушал, хорошо, то есть, он и себя замучил тем, что он не кушал, и также и пост ему не будет засчитан. От Абумалик Аляш, алей, раздай Аллаху Анну, передается, что он говорил, что посланник Аллаху, салям, сказал, То есть, молитва Джумуа, тот, кто застал молитву Джумуа, она будет для него искуплением для грехов до следующего Джумуа и еще плюс три дня, и еще плюс три дня, хорошо, то есть, десять дней, десять дней, искуплением десяти дней. То есть, потому что Аллах сказал, что тот, кто из вас совершит благое дело, ему будет десять наград. Польза. То есть, у имама Муслима есть добавка в этом хадисе, достоверная, что если человек собирается все-таки совершить, хорошо, то есть, какой-то грех, и действительно его совершает, то Аллах, субхану талли, запишет ему один грех, или же простит, или же сотрет, хорошо, то есть, или же сотрет ему Аллах, субхану талли, этот грех. И у Аллах, субхану талли, не погибнет, или же не будет погублен, кроме как погубленный человек. То есть, субхану талли, тебе в каждом шаге, в каждом вздохе, в каждом слове от Аллах, субхану талли, прощения грехов, так сделал, прощает грехи Аллах, субхану талли, грехи, так сделал, Аллах, субхану талли, прощает грехи, это искупление, то искупление, это искупление за неделю, за год, за два года и так далее, и так далее. И поэтому если после всего этого ты сам сгубил себя, то ты просто погубленный. То есть ты не сгубил себя, потому что Всевышний Аллах не миловал или же как-то тяжелое сделал, какие-то затруднее сделал. Валлай нет. Просто потому что ты таабан, потому что ты хорошо сам, сам себя сгубил. Сам себя сгубил. Таабан, вахарбан, вакульши нехорошо. То есть и сам себе только придумал проблемы. Запомните вот это, что, субханаллах, братья, не пропадет у Всевышнего Аллаха, кроме как пропавший. Не будет погублен, кроме как погубленный, который сам себя сгубил. Сам себя сгубил. Валлай нет. Есть такое слово, которое хорошо, то есть является цензурным. Вообще нет в нем ничего зазорного, хорошо. То есть абсолютно называется конченый человек. И в этом, то есть от того, что люди некоторые используют его в жаргоне, смысл правильный. И используется оно даже в литературе, хорошо. То есть как-то раз нам шейх Арсен рассказывал, что ему за то, что он использовал это слово, некоторые люди сказали, мол, как так, то есть ты, шейх, такой у тебя язык, и говорит, и ты говоришь такие слова, он не может понять, что я такого сказал. То есть конченый человек, значит, законченный человек. Все, то есть человек, на котором все, то есть уже, грубо говоря, крест поставлено. Все уже закончилось, все с этим человеком. Вот что это значит, хорошо. нет ничего скверного, плохого или же плохого контекста и так далее. Оно понимается так же, как оно и понимается, как оно используется, но в этом слове нет ничего зазорного в Аллаху Муста. И вот это и есть тратие. То есть погублен будет только законченный человек, который уже всё, уже с ним ничего не поделаешь в Аллаху Муста. Если шейх Арсен себе позволил такие слова сказать, то «Альхамдуля», как говорится, другой может себе тем более позволить. Аллах Муста. То есть имеется в виду, что эти слова значат, что после этой великой милости от Всевышнего Аллаха, который увеличивает огромным количеством награды и прощает грехи, то есть будет погублен только тот, который осмелился совершать только лишь грехи и оставил все, то есть не желает совершения любых благих дел. Субханаллах. Ибн Мас'уд, рада и Аллаху Анну, говорил, «Ваилюн лиман галебат в ухдану ашарати». Субханаллах говорит, «Горе тому, чье одно одолело десятки». То есть вместо «одно» — это что? Это грех. Десятки — это что? Награды. И говорит, тот, чей один одолел десяток, горе этому человеку, Субханаллах. То есть единички вот эти одолели твои десятки, сотни, семь сотен и больше и так далее. И поэтому Аллах Субханаллах сказал, «Инна Аллаха ла язлиму митхкаля дарра, ва ин таку хасанатан юзайфха, ва ютимил ладунху аджран азима». Поистине Всевышний Аллах Субханаллах ни с кем не поступает несправедливо. Если человек совершит благое дело, Аллах Субханаллах увеличит его в несколько крат и даст от себя великую награду. Аллах Субханаллах. Проявите терпение, Аллах Субханаллах 10 наград минимум забьет. Польза этого хадиса. Первая польза. То есть то, что посланник Аллаха Субханаллах передает от своего Господа или же передача пророка от своего Господа. Вторая польза. Что, братья, главная работа посланника или же пророков и их последователей это призыв ко Всевышнему Аллаху Субханаллах. То есть даже здесь пророк Аллах Субханаллах передает от кого? Передает от Аллаха Субханаллах. Третья польза. То, что шариатские постановления хукмы возвращаются и связаны только с Аллахом Субханаллах. Четвертая польза. То есть указание на то, что благие дела и грехи уже давно записаны. То, что они произойдут, какая будет за них награда и какое будет за них наказание. Или же то, что наоборот, что будут записаны благие дела и грехи, то есть как то, что они сверх совершатся или же будут случаться и также награда за них и также наказание за них. Пятая польза. То, что Аллах Субханаллах сочетал и записал все дела рабов. Шестая польза. Указание на то, что рабы совершают дела. То есть они совершают дела и эти дела связаны с ними. Следующая. Седьмая польза. И атибару нияд фил амаль. Что то есть считаются или же принимают в расчет намерение при совершении деяния. Или же что намерение принимается в расчет при совершении деяния. Восьмая польза. Указание на то, как легко, хорошо заработать благие дела или же легко впасть в грех. И мы сказали, что совершить благое дело или же получить награду намного проще, чем наоборот. То есть наоборот. Девятое. Указание на красноречие пророка. Потому что сначала посланник говорит в общем, а затем разъясняет каждое это. Десятая польза. То, что благие дела умножаются. Одиннадцатая же польза. То есть грехи, они не умножаются, но иногда бывает, что один грех бывает величественнее другого. Или же больше другого. Двенадцатая польза. Что воздаяние за какие-то благие дела, хорошо, то есть кружится вокруг милости Аллах и его справедливости. И следующая, тринадцатая польза. Что касается воздаяния за грех, то оно кружится между справедливостью Аллах и прощением его. То есть, смотрите, награда, хорошо, за благое дело, бывает между милостью Аллах и его справедливостью, что касается греха, то он между прощением Аллах и его справедливостью. Следующая, четырнадцатая польза. То есть широта милости Аллах и его щедрот. И последняя, пятнадцатая польза. Инаятуллахи би халхи. Забота Всевышнего Аллаха о своих творениях. То, что Аллах заботится о своих творениях. Поехали. Продолжение следует...